Говори доброе утро Доброе утро Всем доброе утро, я начинаю новый влог И начать я его хочу так же, как я и начинаю свой день То есть с умывания Оставайтесь с нами и приятного просмотра Ну что ж, давайте вместе проведем это утро Конечно же, сначала я умываюсь Сегодня у Вани выскочила какая-то болячка на руке Поэтому смазываю кремом Биодерма Мне он очень нравится Кстати, заживляет все буквально с первого раза Нужно его совсем чуть-чуть Также я сегодня хочу выбрать новую пасту Пробую вот эти пасты Синергетик И скажу вам, забегая вперед честно, что мне они очень не понравились Я половину пасты прям выбросила Сейчас я пользуюсь пенкой для умывания корейского бренда Елизавета Мне она очень нравится Достаточно нежно очищает кожу с утра Конечно же, чищу зубы и дальше буду ухаживать за собой Сегодня хочу воспользоваться патчами Также немножко больше средств применить в уходе Для начала немножко сбрызгиваю лицо специальным освежающим спреем с муциллом улитки Дальше буду использовать тоник с розой от Белита Это их новая линейка Но, если честно, мне так, знаете, средненько Дальше воспользуюсь патчами от Petite Fee Это мои любимейшие патчи Я их просто обожаю У меня версия с ромашкой Они очень здорово освежают Осветляют зону под глазами И дальше наношу сыворотку от Clinique Увлажняющая сыворотка Мне она понравилась Но, если честно, то своих денег она не стоит Такое же качество и такой же эффект Можно найти в других более дешевых сыворотках Поэтому дальше буду чистить зубы Вани Он, как всегда, перед камерой начинает чудить Сейчас его умою Вот как-то привыкли мы умываться так, чтобы Ваня одевал полотенце Ваня много чихает Потому что его нос просто нельзя трогать Это заветная зона А дальше Ваня сейчас приучается чистить зубы самостоятельно Я стараюсь просто с таким упорством заставляю его это делать Потому что, конечно, ребенок ленится и хочет, чтобы ему зубки почистила мама Но он молодец, умничка Уже нижние зубы чистит сам хорошо А верхние я, конечно же, ему помогаю После утренней умывательной рутины я отправляюсь на кухню И, во-первых, буду готовить завтрак Вернее, нет, во-первых, я выпью стакан воды Я себя тщательно к этому приучаю Обязательно натощак утром стакан воды маленькими глоточками с позитивными мыслями Ну а дальше ставлю чайник и начинаю готовить завтрак Сегодня детям хочу сварить кашу Но именно потому что я записываю видео Хочу вам показать свой самый любимый рецепт завтрака Это овсяный блинчик Нам для этого понадобится ряженка Два яйца Овсяные хлопья Лучше, если это будет геркулес или хлопья долгой варки Это намного полезнее Я засыпаю сразу хлопья в блендер Перебиваю на два блинчика Мне потребуется 4-5 ложек хлопьев Перебиваю их в муку И дальше начинаю постепенно добавлять ингредиенты Делаю это сразу в блендере Мне так больше нравится Добавляю туда 2 яйца Немножко соли И 6 ложек ряженки Можно ряженки добавить немножечко больше Тогда блинчик получится более нежный Я пробовала этот рецепт делать с молоком Если честно, то с ряженкой получается просто бомбезно Я даже не ожидала изначально, что так вкусно получится И теперь с молоком мне нравится гораздо меньше Вода у меня закипела, поэтому возвращаюсь к своей каше Варю всегда кашу на воде И просто добавляю немножко молока Иногда это делаю в самом конце варки Сегодня решила пустить сразу И для каши именно использую вот такие вот геркулесовые хлопья экстра Мне нравится, что они быстро развариваются Каша получается очень нежная И теперь приступаю к приготовлению блинчика Жарю его на антипригарной сковородке без масла У меня очень классная сковородка Я ее чисто случайно купила в линии А теперь безумно счастлива и рада, что она у меня есть Потому что именно на ней я могу жарить все без масла Конечно же кофе Без него не обходится ни одно мое утро Я очень люблю свою гейзерную кофеварку Единственное, что она у меня маленькая Я пью кофе большими кружками И мне этой кофеварки хватает на неполную кружку Поэтому я хочу купить немножечко побольше размером Но в любом случае в гейзерной кофеварке Очень вкусно получается кофе Мне очень нравится В качестве начинки в блинчик можно использовать абсолютно любую Но моя самая любимая Это сыр мягкий Я люблю с маринованными огурчиками Ветчина, либо какая-нибудь запеченная курочка Идеально, если еще будет авокадо Можно добавить укропчик И также я еще очень люблю бальзамический соус И кунжутные семечки С помощью своего любимейшего капучинатора из фикс прайс Делаю пенку Он мне, кстати, служит уже больше года Никаких нареканий у меня нет И наливаю кофе Вот он, мой идеальный завтрак Кофе с пенкой Овсяно-блинчик с вкусной начинкой Помидорка И хорошее настроение И вам я тоже желаю хорошего дня И приятного аппетита Мне уже нужно почистить мои столовые приборы Вилки и ложки И я сегодня нашла в интернете один из способов Как это сделать легко, быстро, просто и без заморочек И сегодня вместе с вами хочу его попробовать, поэкспериментировать И для такой чистки нам с вами понадобятся 2 столовые ложки соды 2 столовые ложки обычной поваренной соли И какая-нибудь миска или кастрюля большая В которую по размеру должны будут вместиться все ваши вилки-ложки Чтобы водичка их прикрывала Первое, что мы делаем Кастрюлю ставим на огонь Доводим до кипения Вообще, в принципе, у меня вилки более или менее в нормальном состоянии Здесь нет какого-то такого жуткого налета Но в то же время, знаете, вот здесь между вилочками Вот этими между зубчиками Всегда что-нибудь скапливается Итак, после того, как вода закипела Добавляем соль и соду Только, пожалуйста, очень аккуратно добавляйте соду Я нашла такой лайфхак Просто оставляю ложку в кастрюле Иначе у вас все это выльется Потому что начнется химическая реакция И дальше потихонечку укладываем все приборы Вниз я укладываю маленькие ложечки И уже сверху кладу вилки и большие столовые ложки Также немножко добавляю воды Чтобы вся посуда, все столовые приборы были укрыты Время кипячения столовых приборов Смотрите по загрязнению Я оставляла на 15-20 минут Вы можете подержать даже 30-40 минут Хотела вам показать поближе Смотрите, как сама грязь отходит То есть ее сейчас достаточно щеткой Без какого-либо средства Просто убрать С помощью щетки промываем столовые приборы Под обычной проточной водой И оставляем на полотенце просушиться Девочки, если есть у вас на ложках вот такая вот краска То тогда таким способом лучше не пользоваться Либо понимать, что вы поступите с этой краской И она вся слезет Потому что вот сейчас у меня это и произошло Мне на самом деле не жалко Мы этими ложками вообще практически не пользуемся Они не совсем удобные Ну и я жду от вас ваших комментариев Как вам вообще такой способ Понравился, не понравился Может вы знаете какие-то другие способы Тогда обязательно также советуйте Пишите внизу в комментариях Я вам буду очень благодарна Ура-ура Наконец-таки я своего мужа вытащила В наш новый магазин Леруа Мерлен Сегодня достаточно много народу Я вижу это через окна И также много машин на стоянке Сначала немножко испугалась А потом подумала Ничего, потому что многие из этих машин Это машины продавцов, консультантов Поэтому мы отправляемся наконец-таки в Леруа И сейчас вам буду показывать Всякие интересные находки А вот такие зеркала Только круглые Сейчас в фикс прайсе продаются по 150 рублей Очень красивые, мягкие на ощупь Фортьеры И смотрите, какие сейчас модные сочетания Серый и такой горчичный Такие же подушечки разные И вот эти вот кухни Мне очень нравится Есть, кстати, вроде как Нет, здесь ничего не открывается Но вот так вот они выглядят Столик Куда можно складывать Или подушки, или одеяла Пледы А это прям подушка Это не наволочка А целиковая Да, и вот они шторы Они на люверсов Вот они наборы изеркал В таком И в круглом исполнении И вот они, да Подушки надуты Но они маленькие По сравнению с икеевскими Столики Тоже такой орнамент Сейчас есть коллекция из Fixed Price Можно светечку взять Вот такое вот зеркало Хочу повесить В прихожей В нашей новой Серебристые взял? Такой вариант Даже красивые зеркала Большой здесь выбор рамок И вот такие вот огромные рамки Под постеры Есть в золоте В серебре Добавляем Добавляем Нету Да не такая же у нас Да не такая же у нас вообще Электролюкс Духовка Ты что? Вот этой у нас нету Такой У нас круглески Да Да Не, мне электролюксы тоже нравятся Вот смотри Белый экран Добавляем Вот такой там белый стоял Что это за смеситель? Пять тысяч Что? Кто? Чехи А, чешские Мне вот это нравится Очень стильный стаканчик для зубных щеток Официально сделано Как будто это отбито По старину Такая же мыльница Ну, маленькая Мне кажется Такое мыльце по месту Вот он Ну, это тоже, в принципе, подходит Дозатор Вот такие вот Тоже очень стильные Сейчас это модно И вот такие вот поддерево Это пластик А это керамика Смотрите, какие тоже стильные Вот эти серенькие И, кстати, не занимают много места Именно в ширину Если у вас небольшая полочка по глубине То удобно такие поставить Всем ходом идет подготовка к Новому году Уже выгружают вот такие веточки Видите, кстати, гирлянды вот такие Здесь подешевле, чем в Метро Есть вот такая отдельная гирлянда Вот она нарисована Ее можно потом украсить шариками Есть уже с украшенными шишечками Есть вот такая вот с ягодками и шишечками Вот сейчас хочу найти еще веночки Помните в фикс прайсе что-то подобное Только цена там в четыре раза меньше Вот такие вот мистереночки А эти прям пластиковые Это ветки А выглядят как натуральная елка Меня поливает Стояла, смотрела цветочки И вдруг включилась Вот из этих ранников включился полив Меня немножко полило Смотрите, какая красота Я смотрю вот такой Вот такой Очень хочу Это суккуленты Очень светолюбивые растения Могут стоять на окнах Там, где прям солнышко В общем, находились по Леруа Так, немножко сделаю Я скажу вам честно Я ожидала большего Мне казалось, что здесь будет более такое, знаете Ну, немного больше для дизайна Для уюта На самом деле здесь такой более строительный магазин То есть Леруа Это больше не формат Икея или Хофа А это больше формат Оби Но в то же время мы все равно не ушли без покупки Мы купили светильник на балкон Сейчас вам его покажу И также Леша купил себе там на работу кое-что, что нужно То есть, в принципе, здесь есть что выбрать Очень большой выбор обоев Плитки, света Так что вот Но если говорить про ремонт То, конечно, здесь гораздо выгоднее Мы даже увидели нашу плитку Которая стоит 670 рублей за квадрат А мы покупали по 900 с лишним Также плитка напольная Здесь гораздо дешевле Все смеси гораздо дешевле То есть ремонт бы обошелся реально дешевле Чем мы его делали И плюс ко всему у них еще есть такая возможность возврата материалов То есть если оформлена их карточка И у вас, к примеру, остались там ящик плитки Коробка плитки Или что-то из обоев То вы можете в течение года это вернуть абсолютно спокойно У нас как раз осталась плитка Но вернуть мы ее не можем Потому что покупали не в Леруа Так что если вы планируете ремонт То однозначно Леруа это то место у нас в Смоленске На что надо обратить внимание Вот такой светильник купили Мне кажется, что такой вариант будет хорошо смотреться на лоджии Там внутри еще колба И уже внутрь вставляется лампочка Девчонки, решила показать вам светильник У меня включился фонарик Наверное, света не хватает Вот, значит, вот такой вот светильничек Стоил он 1853 рубля Мне кажется, что очень стильно, современно выглядит Так приложу, чтобы было более понятно Материал здесь металл или что-то подобное Потому что так странно Он не сильно холодный То есть не похож на металл Но в то же время это не пластик Что-то такое среднее Также внутри есть вот такая вот Типа плафона, колбы Больше напоминает И вот этот плафон, он стеклянный и матовый Стильно выглядит Современно, актуально И мне кажется, что именно с нашим белым балконом Тоже будет смотреться здорово В общем, вот так Светильничек понравился Наше первое приобретение из Леруа Мерле Так, сегодня у меня легкий Правда, не по калорийности А по исполнению ужин Время сейчас уже 19.09 Но у меня Даша в художественной школе учится до 19.50 Леша ее сейчас заберет И пока они приедут, как раз у меня будет готов ужин Что у меня здесь? Здесь у меня куриные ножки Я их предварительно примерно на час-полтора Можно даже два подержать, замариновала Здесь у меня мои любимые специи Соевый соус Также я сюда добавляла паприку Немножко чесночка Ну, в общем, как вы любите Какие любите специи Все добавляйте В последнее время я не добавляю ни майонез, ни сметану Делаю именно вот так Теперь, что касается картошки Вообще, вот эту картошку можно делать и в мундире Если молодая картошка То это вообще просто пальчики оближешь Сейчас я буду к картошке добавлять Также любимые специи Сегодня добавлю гранулированный чеснок Немножко посолю Также добавлю сладкую паприку И решила добавить сегодня еще розмарин Сейчас немножко его почищу Посыплю вот этими штучками И дальше я буду поливать эту картошечку маслом Здесь у меня сливочное масло Немножко все на глаз И также добавлю чуть-чуть растительного И картошечку залью И дальше все это я отправляю в духовку на час И через час это просто великолепный ужин Потрясающее блюдо Теперь отправляю в духовку Примерно на 50 минут, час При температуре 180-200 градусов Все зависит от вашей духовки ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok